В уходящем году Audi открыла новую главу в истории своих заряженных моделей, которые традиционно обозначаются литерой S. Так, спортивный кроссовер E-Tron S и его купеобразная вариация Sportback S оказались первыми в мире электромобилями с тремя моторами, которым суждено выпускаться не опытными партиями, а крупными сериями. Притом новые модификации сильно отличаются от обычных E-Tron'ов со старшим индексом 55. Электромотор, который у обычной версии стоит на задней оси, у S-ки переставлен вперёд, а сзади наоборот, мотор из передней оси E-Tron'а, только не один, а два, чтобы реализовать полноценное управление вектором тяги. Поэтому каждый двигатель вращает своё колесо и подчиняется собственному блоку. В результате пиковая отдача подросла на сотню лошадиных сил, теперь их полтысячи. Правда, такая мощь доступна только на протяжении 8 секунд. Разгон до 100 км в час сократился более чем на секунду. Тяговая батарея ESSAC такая же, как у E-Tron'а версии 55. Паспортный пробег на одной зарядке составляет около 400 км. Добавим, что Sport версии по умолчанию едут на заднем приводе, а переднюю ось подключают лишь по необходимости. Помимо электросистемы, для ESSAC пересмотрена подвеска, усилены тормоза, а в передних воздухозаборниках появились управляемые заслонки. Визуально ESS-версию, что доступно и в обычном, и в купеобразном форматах, можно опознать по расширенным аркам и фирменному декору. А в салоне пассажиров встретят характерная отделка и спортивные сидения. А вообще, россиянам доступны сразу 4 представителя электрической серии от 4 колец. Это также топовые двухмоторные версии обычных, если так можно сказать об этих моделях, и тронов под названиями 55 Quattro и 55 Quattro Sportback соответственно. Продажей электромобилей Audi занимаются дилеры в трех городах. В Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Надо заметить, что российская публика благосклонно приняла электрические модели Audi. В прошлом году именно кроссовер Audi e-tron стал самым продаваемым электромобилем среди тех, что официально представлены на нашем рынке. Хорошо расходятся зеленые машины и в других странах. Основными рынками, что позволили нарастить отгрузки, стала Европа и Китай. Продолжение следует...